Друзья, всем привет! Решил побольше рассказывать о делах магазинных как говорится и сейчас буду на ходу все делать В общем, там сейчас у вас маленькое видео появится Отвез сокроватку детскую Dream Home в ПЭК потому что это кошмар, позор но это вообще не товар это какой-то набор дров, черенков не знаю, бруса и под названием кроватки хотя год назад мы брали ее, когда они только появились брали ее специально неокрашенную, я хотел посмотреть на неокрашенной мебели видно, как, что эти все моменты лучше видно и если вы занимаетесь детским товаром если вы еще не в курсе то я вам открываю маленький совет ну и вообще, когда выбираете мебель, вы можете как говорится натуральный цвет это возможность увидеть из чего, как она сделана эта кроватка посмотреть и уже потом решать окрашенная, конечно, она будет больше замажет все эти неровности в общем Dream Home пришла нам кроватка я ее отдал в понедельник клиенту сегодня уже среда отдал в понедельник, клиент начал собирать ну первое что, нет инструкции ну понятно, инструкции нету, может быть такое в коробке, чтобы не было инструкции нашли инструкцию виртуальную там где-то есть видео, где я собираю эту кроватку, в общем, хое как собрал кроватку уже как бы первый колокольчик, что надо внимание обратить, что-то происходит непонятное второй момент, клиент приехал уже в магазин, видно, что девочка, ну такая расстроена, потому что у нас покупала кроватку, до этого коляску для новорожденного и ко мне не прислушалась, потому что разговор за кроватку у нас был долгий она как бы слушала мое мнение что я ей расскажу, потому что мы сами делали кроватку и у нее выбор такой был покупать у местных плотников, ремесленников либо заказывать через нас в Твери я отговорил ее, потому что у нас на территории Ростовской области кругом сосна то есть бука мало, березы подавно нету материал сосна ну деревьев вообще мало то есть как бы нет у нас материала и он очень дорогой мы сами делали со временем сосны кроватки и как бы ну сосна ее лучше пускать конечно на мебель которую под диван и прочее то есть на контакт она очень нехороший материал и то мы искали сухую, очень долго катались по городу там нашли одну фирму, которая сушит но в общем это уже другой вопрос вернемся к инканто в общем девочка раскрыла коробку ладно там нет инструкции кое-как они собрали собирают кроватку, она визуально натуральный цвет то есть она должна быть покрыта лаком без окраски, то есть должен быть виден рисунок рисунок виден, но видна шпаклевка видны дырочки от караеда то есть какие-то личинки там жучки, но непонятно хорошо что девочка начала никуда лезть дальше и короче и матрас почему-то не знаю почему ворс у него лезет и ворс такой на ощупь именно как косо это волокно оно как иголка колит то есть он настолько высох, что это пипец просто она мне присылает фото вся такая расстроенная ну естественно я начал сразу с поставщиком но это понимаете, это большой минус магазину большущий минус, и поставщик он на эти вещи не реагирует адекватно да, да, присылайте это у нас там напутала смена перепутала, эта кроватка должна была идти позже под окраску а ее запаковали в коробку и отправили виновата смена ну виновата у нас и да, либо смена, либо дворник либо тот, кто асфальт укладывает не получается, что виноватых нету деньги мы вам отправим завтра я уже не выдержал, начал с ними ругаться я с ними работал три года до этого были там мелкие недочеты но это уже капец это уже все я понимаю, что с ними работать в двадцатом году нельзя потому что люди меняются продажа быстро меняется маленькая какая-то ерунда она может тебя так же испортить поэтому зачем мучиться если есть другие люди которым можно дать шанс зачем это будет и я никого не уговариваю нам давать шанс то есть я понимаю, я даже не стал клиентом другую кроватку предлагать я понимаю, что это позорище что верну деньги, я там извинился забрал кроватку ну что ты сделал ну даже предлагать ничего не хочется потому что девчонка мне верила доверяла мнению и получилось вот черт нашел и с Инканта, как я столкнулся сейчас связался, вот возврат денег у них на сайте у них информации на кого писать претензий нет то есть это первое нарушение вообще-то как бы нехорошо потому что у них на сайте нет информации на кого писать, что писать пишите, что писать, кому писать ни п, ни чего в общем такие вот дела будете выбирать кроватку вообще лучше кроватки как и коляски покупать после того, как вы посмотрели в магазине на этом все всем спасибо, кто слушал всем пока спасибо